здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала с вами юля и сегодня я хочу с вами поделиться моими планами на 2020 год для меня это видео оказалось самым самым сложным в моей голове очень много раз менялась картина моих планов на 2020 год вначале я хотела вообще не делать планов просто вышивать как вышивается но потом проанализировала свои видео итоговые за год и посмотрела те видео где у меня были планы эти года у меня были самыми успешными самыми плодотворными в плане вышивки потому что себя как-то контролируешь есть список смотри что выполнено что не выполнено стараешься держать себя в рамках не плодить много процессов и поэтому время экономится потому что на подготовку процессов уходит много времени тоже если их много не плодить а свое внимание уделять именно уже начальным процессом тогда дело идет побыстрее с другой стороны тоже не хочется себя ограничивать потому что по факту не получается много вышивать да мы же все это понимаем много всего хочется попробовать много у меня запасов и конечно каждый набор который я покупаю я мечтаю его прямо немедленно начать и это тоже меня тяготит но не тяготит ну как бы знаете себя сдерживаешь вот то хочется то хочется и не получается и какой-то момент я хотела вот именно просто пуститься во все тяжкие собрала вот такую большую коробку она сейчас кастры не помещается вот здесь стоит такая коробочка вы краешек видите в этой коробке у меня все мои так сказать ну самые самые основные хочу шки эту коробочку я обязательно покажу хочу подвести свои мысли к логическому завершению вот но так как я сейчас тоже пересматриваю планы девочек и смотрю вот у кого очень очень много начатышей знаете меня эта картина очень так как-то грустно смотреть на все эти пакетики коробочки тряпочки видно что человек вроде бы как хочет все вышивать но тоже понятно времени нет все вышивать процессы залеживаются основы потом становятся такими потрепанными ну и самое самое обидно то что на каждый процесс было потрачено время а итога в общем то нет и я так подумал думаю если я тоже пущусь во все тяжкие наположу опять процесса и опять буду потом думать и переживать как завершать нет как-то надо себя брать в руки и попытаться сделать какой-то более-менее план я села и для себя просто набросала реальный план что я смогу успеть вышить за месяц и я даже расписала на целый год этот план представляете посидела посидела и за год я написала реальный план если я буду вышивать среднем темпе что я смогу вышивать конечно мои реальные возможности планы очень сильно отличаются от той коробки которая приготовилась их начатых процессов и здесь у меня дилемма либо ставить планы реально либо как бы пуститься во все тяжкие и я решила нет во все тяжкие пускаться я не буду мне все-таки хочется работать на результат и я с огромным удовольствием смотрела видео девочек тех кто работали на результат именно вот процесс за процессом отшивали и мне очень нравится я сама вот заметила те процессы которые беру начинаю вышивать от начала до конца не вышиваются интересно быстро на одном дыхании это отдельно удовольствие взять и вот с начала до конца вышить процесс да конечно я никогда не стану наверно рукодельница одного процесса мне нужно 3 4 5 6 чтобы их менять но тем не менее больше наверное этого количество это уже ну не менее под силам и так что я тут себе надумала хочу с вами поделиться и заодно провести для себя эксперимент а получится ли ну во первых я хоть и расписала на целый год целый список но я знаю что моих планов моих сил хватает обычно на шесть месяцев потом у меня все меняется хочется других процессов то что я запланировала все уже меняется и я решила тогда я расписала на целый год но я буду озвучивать на три месяца за три месяца я буду подводить итог что получилось что не получилось прям по пунктам и дальше мы будем смотреть следующие три месяца то есть у меня будут планы по триместру и так перейдем к моим планам я вам покажу все процессы что я планирую вышивать и как планирую вести ход своих работ а что мы будем делать коробкой а коробка у меня будет дополнительный скажем так вариант бонус если я успеваю какие-то свои процессы какой-то свой план или у меня ну уж совсем такое настроение что хочется что-то начать тогда я буду заглядывать в коробку и буду брать оттуда какой-то процесс маленький или большой но не важно и буду вышивать и эти процессы которые у меня запланировано на год начать стартануть они тоже там находятся поэтому ну скажем так у меня есть костяк такая жесткая жесткие рамки которые я постараюсь писаться но в то же время я себе подобрала те любимые процессы наборчики которые мне хотелось бы начать и если я буду как говорится хорошая девочка я могу заглядывать эту коробочку и что-то начинать но опять же буду стараться не плодить сильно процесса держаться в каких-то рамках то что я могу как бы вести в ротации и вышивать до чтобы процессы не залеживались мы конечно же в этом списке мы увидим те процессы которые уже начаты я их буду обязательно вышивать тоже не хочу чтобы они залеживались и становились долгостроены такое вот у меня получилось вступление и так меняем ракурс и переходим к процессам и так первой работой на январь месяц у меня запланирована вышивка от золотого руно а на крылья очки данный процесс я вышиваю совместном проекте мои любимые коты 2 я не планирую в январе завершить эту работу но я планирую именно на дне хорошо поработать хотя если если я соберусь прям силами то у меня есть шансы ее завершить здесь у меня осталось выше два фрагмента я в недавних видео показывала что мне здесь был не дошит такой большой большой кусок как вы видите я уже работаю над этим процессом и мне осталось выше здесь буквально 600 700 крестиков полукрестиков такой небольшой кусочек сегодня я этот фрагмент завершу и перейду уже наверх буду вышивать заключительные два фрагмента но небольших достаточно я показывала вам в прошлом отчете до показывала вам два какой фрагмент идет там очень много вышивать но тем не менее уже мы идем к завершению и принципе если у меня не случится каких-то таких вот экстренных ситуаций на работе что я не смогу вышивать и буду вышивать каждый день то в принципе даже за январь я смогла бы завершить эту работу но на свои планы я ставлю ее вышивать хорошо вышить и первый фрагмент а вот завершение ставлю на февраль на январь я ставлю из процесса а вот на завершение на январь месяц я ставлю вот этот наборчик зинга на чайничек здесь вышивки немного но сам процесс сборки будет кропотливый поэтому вот у меня идет на завершение в январе этот наборчик обязательно дальше смотрим пойдем на месяца февраль в феврале во первых я планирую завершить моих котов опять же я уже думаю что феврале концу совместника котов я обязательно должна завершить и феврале у нас с 1 февраля стартуют три совместных проекта это богатство и благополучие ветер в гриве любящий сердца я вам сейчас покажу три процесса которые я буду вышивать феврале месяце так ну во первых хочу показать вам дизайн от фирмы анкорм анкор сельский сэмплер здесь история про лошадок первый фрагмент у меня вышит маленький фрагмент 2 вышит здесь карта местности и вот я приступила ко второму большому фрагменту очень интересный фрагмент там будут лошадки на водопое лошадка жеребенком на водопое ниточки у меня здесь по ключу анкор такие красивые ниточки их сегодня немножечко поразбирала нужно будет сделать переорганизацию сделать отдельный органайзер наверное для игл хотя тоже так и вышиваю посмотрим такие ниточки классные вот и процесса я начну с 1 февраля принципе у меня все готово нужно будет перетянуть основу и буду приступать вышивается на самом деле легко нужно организация то есть нужен план поэтому вот совместный проект я уверена мне поможет вышить эту работу вот такой процесс дальше богатство и благополучие вот что все это я тоже буду организовывать потому что где там не так много этот процесс вообще большой он на 250 на 350 крестиков но я вышиваю полу крестиком такой дизайн поисков золото 2 шикарный дизайн и я надеюсь что в этот раз у меня точно все получится потому что я уже столько раз к нему подступаюсь приступаюсь но все никак вот поэтому совместный проект мне поможет организоваться и третий процесс февраля сейчас принесу вам покажу это любящие сердца так третий процесс февраля который я планирую это любящие сердца процесс ланарты несложный дизайн поэтому я думаю быстро вышлется это то что я планирую на февраль вышивать дальше март на март я планирую завершить любящие сердца я думаю за два месяца его можно вышить дальше буду вышивать анкор моих лошадок золотое после золото 2 буду вышивать но это другие процессы будут у меня идти много месяцев весь наверное совместный проект ну и лошадок да вот и планирую сделать старт в марте месяце покажу вам сейчас наборчик который я планирую начать марте марте планирую начать набор иолис поцелуй он будет у меня участвовать совместном проекте любящие сердца но я планирую что у меня ланарты завершится и тогда я возьму поцелуй это вот такие вот у меня планы на три месяца это основные процессы если у меня что-то будет получаться то тогда я буду брать еще новые процессы на апрель ну раз я уже начала давайте пройдемся по всему году посмотрим что я планирую на целый год в апреле мой список в апреле я планирую также вышивать анкор лошади в поисках золота реолис поцелуй ну и я думаю что в апреле я себе позволю сделать старт новый старт для совместного проекта а я вот планирую в апреле завершить моих лошадок simpler анкор в принципе возможно да 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 и как только завершу лошадок от фирма анкор я хочу начать буцила набор буцила лошадки отсвечивает очень сильно этот набор простите как могу так и показываю вот я в апреле планирую начать этих лошадок очень нравится этот наборчик я думаю что у меня все получится так двигаемся дальше дальше мы и у нас май в мае опять планирую вышивать поисках золото 2 реолис поцелуй фирма буцила лошадки это то что будет вышиваться и в мае я хочу взять миробилию возможно это будет моя блумбрайт возможно это будет новая миробилия не знаю но здесь я уже чувствую что я смогу включить свои процессы миробилию дальше в июне у меня будет я думаю что реолис поцелуй я завершу эту работу вот еще раз покажу дизайн потому что не сложно работать в принципе за несколько месяцев можно вышить то что вышивается это золотое в поисках золота буцила лошади миробилия и здесь я себе разрешаю сделать новый процесс лентами или бисером вот в принципе эта позиция может появиться в любом месяце если мне захочется раньше взять бисер или раньше взять ленты не важно но может быть сместиться на несколько месяцев отшив ну в принципе вот здесь я чувствую что я могу взять уже какой-то новый дизайн новый процесс причем вот такой вот не крестиковый в июле я планирую завершить миробилию вот у меня стоит готовая работа то что будет вышиваться поисках золото буцила лошади и ленты или бисер мой процесс в августе в августе у меня будут начинаться два новых процесса это панна земля вода давайте вам сразу буду их показывать вот такие два наборчика от фирмы панны у меня лежат и ждут до своего отшива эта серия подушек стихии огонь и вода у меня уже вышиты шикарные дизайны и осталось вышить здесь мне воду и землю не хочу откладывать поэтому в августе ставлю в планы их начать за один месяц я два дизайна не вышью но по половине вышью они легкие вышиваются очень интересно яркие работы здесь 14 каунт поэтому вышивать легко интересно но по половине работе я вышью а если не будет по половине работе это уже значит что я обязательно найду возможности их завершу ну пусть даже не в двадцатом году но где-то в двадцать первом не знаю но найдется возможность их завершить главное уделить внимание вот на августе ставлю две вот эти классные работы у меня как раз будет отпуск много будет времени свободного может быть я их прям две и завершу дальше как раз отдохну от других моих процессов и вот в сентябре ой оторвался листик ну ладно перепишу все равно блокнот так на сентябрь я себе пишу что я хочу вернуться к моему дизайну кастом крапс вернуться к зимним радостям и тут у меня есть еще новый процесс чтобы себя порадовать развлечь еще я могу повышивать новый процесс здесь у меня уже планы такие но как бы сказать не очень четкие потому что я понимаю что у меня с сентября обычно идут очень сильные перемены хочется чего-то нового и обычно план меняется но я примерно себе набросала хоть какие-то штрихи оставила пустые позиции чтобы можно было как-то менять и дописывать и жонглировать на октябрь я пишу себе золотое опять золотое пусть как золото 2 завершить то есть в октябре я хочу завершить мою гигантскую работу хотя совместный проект до сентября надо будет до сентября и и завершать ну вот нестыковочка ну посмотрим как я буду здесь уже подходить к моим планам ноябрь ставлю на завершение бутылой лошади вот он ну и в декабре опять хочу заниматься зимними радостями и кастом крафт с моей птицы сейчас вам покажу эти два процесса так кастом крафт это оригинальный набор старт у меня произошел когда произошел в декабре 2019 года и я планирую что вот осенний зимний период 2020 года я вернусь к этому работ на этому процессу и хочу ему уделить время его повышевать ну а также хочу вернуться к процессу зимней радости картинку вставлю потому что сейчас не могу найти обложку здесь нет происходит просто что-то невероятное с процессами наборами поэтому показываю то что есть на сегодня ну и картинку вставляю вот такие у меня здесь сумасшедшие планы это как говорится мне такого костяк то что я планирую начать немножко сумбурно получилось но я пыталась как-то для себя расписать именно вот по моим возможностям посмотреть а реально вот планы можно составить чтобы то были реальные планы не просто фантазии мечты или просто вот по начинаете вот реально реальные планы и мне будет интересно проверить смогу ли я вести свои рабочие в свои рабочие свои вышивальные будни именно по планам это то что я вот как бы запланировала то что обязательно должно быть есть у меня еще коробочка в которой есть еще процессы которые как я говорила будут включаться по мере того а как я буду справляться с моими основными задачами если я буду успевать по плану я могу начинать какие-то процессы новые включать поэтому я подготовила те процессы которые я тоже хочу начать в этом году может быть я что-то начну может что-то не начну как-то поменяется но тем не менее хочу показать то что мне бы хотелось каким-то образом успеть все таки и включить в свои процессы в этом году так переходим коробочки вот такая большая коробочка у меня получилась с моими дополнительными планами как видите конечно здесь очень нереальный план но тем не менее пусть и хотя бы вот так сердце и душу мою радуют и греют и давайте я буду по одному вытаскивать и показывать что же у меня там припасено итак первый наборчик то что попадает мне под руку это буцила лошадки цветная любовь я показывала уже этот набор он у меня стоит обязательно в планах начать поэтому это такой наборчик который обязательно будет начинаться дальше реолис поцелуй тоже это сто процентов будет старт такой наборчик старую комплектацию буду вам показывать всю мою подготовку как мы эти моточки открываем разрезаем полностью полностью всю подготовку этого процесса я вам покажу это будет у меня для моих сп дальше то что я планирую вышивать в августе наборы от фирмы панна я планирую вышивать в августе очень люблю эти дизайны и начну сразу два сразу два наборчика и будут параллельно вышивать конечно вам показывать вот такие вот вода и земля красота набор который приобретен вот недавно это дименшинс сборка с оригинальными ниточками джипик от называется мать земля здесь очень много представлено различных животных и птиц дельфины мне хотелось бы конечно начать этот дизайн не знаю что получится но вот он у меня в этой коробочке возможно и будет старт также от клубка желание у меня сборка дизайна дименшинс это ваза с магнолией очень нравится этот дизайн если вдруг поисках золото 2 вышится быстро то я возможно возьму вот этот дизайн вот этот или вот такой дизайн элегантный гобелен очень мне нравится и хотелось бы хотелось бы его начать ну посмотрим опять же моя любимая панна два вот таких милейших дизайна которые давно ждут свои очереди никак они не могут встроиться в эту очередь поэтому я переложила в эту коробочку в надежде что ну найдется и для них время и возможность быть реализованными шикарные дизайны да надо надо как-то ускоряться все хочется вышить что делать шикарно дизайн от вербака второй год он ждет своей очереди тоже может быть и случится очень красивая стильная работа вот такой дизайн у меня очередные мы эти это серия кристалла давно я приобрела и вот знаете не записала в этом году обязательно буду его начинать он небольшой 22 на двадцать шесть сантиметров ну да такой прям мармаре малютка мне хочется вышить этот дизайн весной к пасхе и хочется заменить а еду на какую-нибудь интересную равномерочку я очень люблю вот эти украинские пейзажи домики вот эти пейзажи они трогают мое сердце мне очень-очень и не нравятся и хочется периодически вышивать в этом году обязательно этот дизайн будет вышиваться забыла упомянуть его но вот в коробочке он есть поэтому я его показала все у меня запланировал вот такой вот дизайн будет вышиваться обязательно я тоже его не записывала по списку а потому что он вышиваться будет быстро и легко здесь частичная вышивка и я думаю что я его как-то встрою в свои планы и обязательно он вышлется тоже не записывала список но обязательно буду вышивать и я думаю что скоро я его начну постараюсь поскорее дошить моих котов чтобы у меня немножко освободилось времени и рама и возьму работу вот эту икону богородица покрова размер 20 на 25 сантиметров здесь полная зашивка вот давно мне бисера не было хочется возможно в этом году опять же планы осуществляться это черивная мыть у них очень интересные наборы с бисером вот с частичной вышивкой да такие вот есть где используется много украшений бусины рубки золотой нити вот эта красавица давно уже ждет своей очереди я думаю что в этом году но я постараюсь да я постараюсь и и вышить эту красавицу бисером и ленты ленты будут и ленты в этом году сто процентов во первых у меня есть набор от фирмы маричка такой вот шикарный букет и мне хотелось бы начать именно с этого набора чтобы потренироваться выкладывать крупные розы вот такие вот большие розы у марички мне не очень нравится комплектация у них не очень качественные ленты нужно работать очень аккуратно вот но я хочу потренироваться потому что здесь в общем-то не очень сложный набор потому что здесь указаны места куда нужно как нужно пришивать ленты да видите более подробно здесь подготовлена основа с напечатанным фоном красиво все будет смотреться и потом я хочу начать вот такой вот большой большой набор с лентами возможно он пойдет уже на двадцать первый год но он тоже у меня идет в планах нашла в своих наборах в своих запасах маленькие наборчики подумала почему я не вышиваю маленькие дизайн нужно их вышить и тоже как-то встроил между каких-то больших процессов вот такой вот лунный эльф это неокрафт нужно его поскорее вышить дальше вот такие вот птицы очень даже веселенькие хорошенькие птички вот как вы понимаете конечно если логически думать то планы у меня здесь просто нереальны ну а кто знает может быть часть из этих планов мне удастся осуществить потому что есть маленькие наборчики есть ленты бисер которые вышиваются побыстрее какие-то дизайны я планирую только начать ну как говорят планы должны быть грандиозными поэтому у меня очень грандиозные планы я буду стараться но все сразу открывать я не буду я буду стараться все-таки что-то завершать и по мере завершения я буду потихонечку брать какие-то дизайны и тоже их вышивать чтобы у меня был готовый результат хочу идти на результат не просто оплатить процессы потому что у меня есть процессы которые долгострой которые залежались и будет отдельное видео по всем моим начатым процессам где я все 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 покажу и именно распланирую мои процессы которые уже стали долгостроями как я буду с ними бороться потому что честно мне не хочется забрасывать ни один процесс даже те процессы которым у меня сейчас перегорело их вышивать но тем не менее они начаты там проделано много работы и нужно их доводить до ума поэтому это тоже отдельный пункт будет у меня проведена работа с моими долгостроями в 2020 году вот такие у меня планы масштабные наполеоновские я надеюсь вы повышевали я вас поразвлекала я тут разбирала свои процессы и наборы складывала все в коробку и наткнулась на еще один процесс который я не учла это дименшинс африканские львы эта работа тоже у меня в этом году в 2019 году хорошо вышивалась продвигалась где-то одна треть работы вышита и конечно же я буду с ней работать в 2020 году я тут посмотрела по своему списку думаю куда же мне ее вписать и вписала в месяц октябрь и в месяц октябрь и в месяц ноябрь я думаю что за два месяца можно будет ее дошить но я надеюсь и пишу вот себе готовая работа в ноябре и я так себе посчитала думаю дай-ка я посчитаю сколько у меня получается готовых работ за этот год за 2020 год я уже себе запланировала готовые работы и у меня получилось 10 готовых работ среднего и большого размера плюс одна бисерная плюс одна работа с лентами в принципе очень реальные планы это то что я планирую завершить и вышивать какие-то старты они могут быть и больше чем я планирую но это не факт что то что я буду начинать из моей коробки они будут эти работы завершаться ну посмотрим по крайней мере вот на сегодняшний день мне кажется очень даже реальными и возможными мои планы поэтому будет у меня эксперимент года мне само очень-очень интересно посмотреть что же у меня получится выполнить из моих планов и насколько я продержусь то есть насколько месяцев меня хватит список я сейчас перенесу в свой блокнот и каждые три месяца мы будем подводить итоги я прям буду брать эти листики вычеркивать и показывать что получилось что не получилось или вообще все мои планы уйдут в тым тарарам как говорится все полетит прахом вот такая вот интересная у меня здесь история получается будем вместе вышивать и следить за развитием моих планов ну а на этом точно у меня все желаю вам хорошего настроения если вы еще не подписаны подписывайтесь не пропустите новости ну а чтобы тоже не пропустить новости обязательно нажмите еще на колокольчик который находится внизу видео и вам будут приходить уведомления о новых видео ну а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и пока пока до новых встреч